Уравнение 1. Мы начнем с самых простых. x2-2x2 это плюс-минус 3 квадрата. x2-3 квадрата плюс-минус 3 квадрата. x2-xy-y квадрата уже плюс-минус 1. На самом деле уравнение империя называют уравнение такого вида. x2-a-y квадрата равно 1. Но иногда вместо 1 здесь пишут какое-нибудь другое число, скажем, минус 1 или вообще двое, трое, любое целое число. Решать нужно в целых числах. А то же число целое. Перед тем, как решать и содержать этой задачи, давайте посмотрим, как уравнение. x2-4y2 равно 1. Вспоминая формулу равен 2, мы получаем, что или x-2y это единица, и x-2y тоже, или же x-2y это минус 1, и x-2y это тоже минус 1. Складывая уравнение, получаем, что 2x равно 2, и, соответственно, x равен 1. Вот, ну и посмотрев, видим, что е это точно так же. Складывая здесь, видим, что x это минус 1, а и на 1. Между прочим, если бы вместо числа 4 мы написали любой квадрат, то произошло бы ровно то же самое. Здесь у нас было бы число а в квадрате. Здесь вместо двойки везде было бы некоторое число а. И, соответственно, если вот на этом месте стоит квадрат, то уравнение имеет только два решения. А именно, x равняется то ли плюс, то ли минус 1, а y равняется 0. Это не называют уравнением Белли. Потому что уж слишком легко он решается, и никаких глубинудрости тут явно не найдешь. равность квадрата, а вот множество решений, выписанных уже в трех уравнении, устроено намного интереснее. То есть давайте будем сейчас составлять таблицу. x может равняться 1, y, 1. Здесь получается минус 1. x, где есть, чему дальше будет равняться? Наверное, 3. y, 2. Тогда x квадрат минус 2y квадрат будет равняться 1. А вот дальше должны решить путь. Значит, ребят, я безусловно могу не сам написать таблицу, но уверен, что вы должны просто иметь таблицу, это сделать состоятельно. Значит, потратите некоторое время на то, чтобы подобрать достаточно много разных решений. вот давайте x квадрат минус 2y квадрат потом, а хотя бы эти два уравнения разберем потом. x квадрат минус 2y квадрат равняется, ну, минус 1. Требуется найти какую-то циклономерность в множестве решений этого программа. Пожалуйста, как только кто-то находит очередной пары решений, так сразу же не говорите. Да? Минус 4y квадрат. Ну что, 16 минус 18, так это минус 2. Не подходит. Парага 4y квадрат. Что? 6 и 5. Я не слышу. 6 и 5. А вы посчитали? Да. x1 и 5. Да нет, нет. Это уже неинтересно. То есть мы здесь берем неправильные числа. Мне нужны значения побольше. 1 0, конечно, всегда подходит, но неинтересно. Да, это 17 и 12. 17 и 12. А поменьше ничего нет? Поменьше нет. Поменьше нет. На самом деле, смотрите, 17 и 12, действительно, есть такая пара. 12 в квадрате 144. 144 на 2 движет 88. 17 в квадрате 289. Сейчас здесь будет единица. Но есть гораздо более простая пара, которую мы взяли. то есть хорошо, что вы нашли пару с 12, но плохо, что вы совсем простую пропустили. 149 минус 2х25. И здесь получается минус 1. в квадрате 289 минус 2х25. Дальше у вас есть два варианта работы. И вы видите, какую есть закономерность, и тогда легко сразу диктуете сколько угодно этих решений. Или же вы по-прежнему продолжаете пользу. Да? 41 и 29. Замечательно. 41 в квадрате 1681. 29 это 30 минус 1, да? То есть это 900 минус 2 раза 30 плюс 1. 845. 841 умножить на 2 1682. Отлично. 41 и 29 здесь получается минус 1. А вот это какая-то закономерность вы видели? Да, да. А вот это градительство. Последнее. Тут получается 3 минус 1, 2, 7 минус 2, 3, 17 минус 5, 12. 41 минус 12, 29. Ну, конечно, замечательно. А как находить... Вы поймете, а вот здесь есть 2 числа. 41 и 29. Конечно, замечательно, что вы нашли вот такую указанность, но мне нужно установить следующие 2 числа. Можете? 12, 12, это следующие числа. Вот, 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 вот. 3 плюс 2 это 5, 1 плюс 1 это 2, 7 плюс 5 12, 41 и 29? 70. 70. Отлично. Здесь у нас число 70. А здесь что будет? 90. Молодец. Да. Действительно, 29 и 70 будет 90. Мы с первой таблицей справились. Легко сообразить, что 70 в квадрате это 4900. Если удвоим, получится 9800. И 99 в квадрате это что такое? 100 минус 7 в квадрате то же самое 9801. Отлично. Значит, давайте я на всякий случай объясню, как это делаю. 99 и 70 складываем, получается 169. И дальше 70 и 169 опять складываем, получается 239. И сюда вешаем минус 8. Значит, теперь надо провести это вычисление в общем виде. Что это значит? Да, очень просто. мы должны представить себе, что у нас есть некоторая пара А и В, для которой выполняется такое равенство А в квадрате минус 2В в квадрате и и и понять, как по этой паре чисел вычислять следующее. Значит, мы складываем, то есть пишем сюда А плюс В. Мы складываем вот эти два числа, помните? значит надо В и А плюс В сложить. Мы пишем А плюс 2В. Марат, переход от одного столбца к следующему записывается очень просто. Числа А и В дают новую папу. А плюс 2В и А плюс В. Сейчас мы должны проверить, выполняется ли для этой новой пары А плюс 2В и А плюс В старая картина. Нет ничего проще. Надо подставить А плюс 2В в квадрате минус 2 раза А плюс 2В в квадрате и расцвет скобки. Получится А квадрат плюс 4 А В плюс 4В квадрате минус 2 раза а тут смотрите А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрате 4АВ а здесь 2 раза 2В значит уничтожится. 4В квадрат а здесь 2В квадрат здесь А квадрат а здесь минус 2А квадрат значит получится так минус А квадрат плюс 2В квадрат то есть со знака минус взято выражение А квадрат минус 2В квадрат плюс то получится минус и м минус к минус и también минус плюс плюс Мы нашли бесконечную серию решений нашего управления. Значит, смотрите, вот эта простая формула, вот это простое преобразование от пары АВ в паре А пунктов АВ, А пунктов А. Доказывает, что решений бесконечно много. Более того, эти решения образуют целую такую бесконечную таблину. Так вот, очень интересен такой вопрос. Почему нет других? Точно так же, как для уравнения Маркова, мы сумеем это доказать. В случае уравнения Маркова, это было такое дерево, начиналось все из одного решения, у него получалось другое, а потом каждый раз выцеплялось на два варианта. Здесь ситуация, пожалуй, попроще. Никакого ветвления нет, а после изрешения получается следующее. Тем не менее, эта теория очень содержательная. И, собственно, является основным содержанием сегодняшнего акцентра. Перед тем, как это делать, давайте возьмем уравнение, которое не является уравнением Белли, но, тем не менее, оно тоже интересное. Вот, давайте посмотрим, а не что для него. Я, например, знаю такое решение, 1,1. Здесь будет минус единица. А, извините, я знаю решение 1,0. Здесь будет единица. Что? А, там все-таки х квадрата минус единица? Я, извините, пожалуйста, ошибся. Минус единица, извините. Здесь было правильно написано. Извините. Теперь, здесь 0, здесь 1. Будет минус единица. На это я все балдусь. Число не натуральное, а 0 тоже решим себе. Намного интереснее придумать несколько решений в натуральных числах. Пожалуйста. Подберите для уравнения х квадрат минус xy минус y квадрат, уравнение, допустим, единица. Добавайте. 4, 2. 4, 2. 4, 2. 2. 2. 2, 1. Я не слышу. 2, 1. 2, 1. 4, минус 2, минус 1. А что? Хорошо. 2, 1. Получится единица. Так, кто еще? Решение цели. Числа будут совсем небольшие. Просто перебор. Тут наукру нужна. 3, 2. 3, 2. Очень хорошо. 9 минус 6 минус 4 это минус 1. Так, дальше. 5. 5. 5, 3. Так. 25 минус 15 минус 9, это право. А ты не заканчиваешь. А какая? 5 минус 3 и туда идет 8, а потом 8. Скажите, мне как называются эти числа? 1, 1, 1, 2, 3, 5. 1, 1, 2, 3, 5. 1, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Совершенно верно. Оказывается, что это уравнение имеет самое прямое отношение и уравнение к числу подачи. Давайте проверим. Кто-нибудь помнит после числа 5, какое-то число? 8, 8, 8, 8. 12, 21, 13, 21, 34, 55, 89. Отлично. Вот берете калькулятор и считаете. 89 в квадрате минус 89 умножить на 55 и минус 55 в квадрате. И каждое из этих чисел мне называется. Давайте. Можно и на мне, лучше не на калькуляторе. 90 минус 1 в квадрат возвести вы должны быть. Что это будет 90 минус? В квадрате. 90, да. 8100. 8100. Очень хорошо. Минус 2 раза 80, это плюс 1. 100 тысяч, 920. Еще раз, 7000. 920. 900. Сколько? 21. 21. Замечательно. Ну, дальше лучше, конечно, умножать уже. Дайте, дайте. 89, 55. Единица. Какая еще единица? 8. 95. 45. 4800? 95. 95, да. 55 в квадрате. Все знают правило, как возводить число, кончающееся на пятерку? Нет. Надо написать в конце 25, потому что любое число на 25. Сколько? 3025. Шадре. 3025. Ну, смотрим. Получается 7000. Чего-чего-чего? Получается, там единица получается. Так, 5 плюс 5 это 10. Там 1 получается. Получается единица. Работает. Работает. Теперь мы должны сформулировать правило и точно так же, как для случая уравнения х квадрата минус 2х квадрата, доказать такое же правило для числа Фибоначчи. Ну, здесь, на самом деле, все-таки, если у нас имеется некая пара чисел АВ, то что происходит дальше? Вот это число переписывается вниз, вместо В появляется А, а здесь А плюс В. Отлично. Значит, если у меня известно, что А квадрат минус АВ минус В квадрат, это плюс-минус единица, то я должен проверить следующую величину. А плюс В в квадрате минус, так, вместо А пишу А плюс В, вместо В пишу А, вместо В пишу А. Вот так. Отлично. Так, я скажу, что А квадрат плюс 2В плюс В квадрат минус А квадрат минус АВ и минус А квадрат. Ну, давайте, если мы расчищем, потому что предыдущий выход в ход, все уже условно поняли. И получается простая очень вещь. Смотрите, А квадрат минус А квадрат ничего, получается просто минус А квадрат. 2В минус АВ, это АВ. В квадрат остается с плюсом. Значит, на самом деле, на самом деле, это со знаком минус, взятое вот такое в ограничке. То есть, минус плюс минус. Итак, в этом уравнении души бесконечно много решений. И получается, что мы должны должны показать теорему, что никаких других решений, кроме тех, что получаются в такой замечательной бесконечной таблице, ну, этого уравнения, других решений нет. Посмотрите, я сейчас могу взять x квадрат минус 3, и квадрат равняется без сон и единицы. Там тоже будет такая же табличка. Правда, ее труднее там построить, потому что числа чуть-чуть будут побольше. Но смысл в том, что нужна какая-то принципиально новая идея. Одно дело, научиться конструировать. То есть, зная одно решение, получать из него второе. Совсем другое – это доказать, что нет никаких других решений. Это гораздо сложнее, потому что вообще доказать, что чего-то нет. Ну, вот скажем так, сможете вы доказать, что вы вчера не ездили в Долгопробный. А? Есть такой продукт, поскольку, что вы здесь в Долгопробный. В принципе, да, да? То есть, у вас найдется дружное количество свидетелей. Заметьте, мама, папа не считаются. Не сможет. А вы считаете, что это член вашей семьи, и показать не считаются. Учителя тоже интересованные в вас лица. Нет, я обойду, что проблемы будут. Понимаете, проблемы будут. Нет, незадачно, что чего-то нет. Всегда. Довольно сложно. Для этого... Все, все, все. Нет, мы не будем обсуждать, что я делаю вчера. Успокойтесь. Для этого будет использован метод присоединительного искусства. Фирма гордился тем, что именно он придумал этот метод. Ну, может быть, что кто-то в математике его применял на Фирма, но по-настоящему сформулировал действительно много. И очень много интересных теорий в теории числа доказал именно Пьер Фирма. Он жил с 1601-1665 год. Именно методом бесконечного искусства. Значит, идея такая. Я предположу, что есть какое-то решение, которое вот в эту бесконечную таблицу не вошло. и такое, что это левое, сбоку. Вот сбоку есть какое-то решение. Х квадрат минус 2 и 2 квадрат равняется плюс минус единица. И я сумею придумать другое, меньшее решение того же самого управнения, и оно тоже будет не стаблиться. Пусть есть решение, где x и y натуральнее число, и это решение не из таблицы. Тогда я придумаю меньшее решение, и оно тоже будет не из таблицы. Почему это даст нам трудно решительные задачи? А потому что по этому меньшему решению не из таблицы. Но придумаем еще меньшее. Тем же самым способом. А по нему еще меньшее, еще меньшее, еще меньшее. И так будем уменьшать, 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 уменьшать числа. Но невозможно же, оставаясь все время с нейтральным числом. То есть я получу уменьшенное решение, но там число все равно неправильно. Невозможно, оставаясь с натуральными числами, бесконечно много раз уменьшать. Взяв решение, я попытаюсь представить его в таком виде. x это а плюс 2b, а y это а плюс 2b. решу эту систему и посмотрю, а не получил ли я то самое решение не из таблицы. Значит, итак, повторяю в идее. x, y это целые числа. Это мы знаем. x квадрат минус 2y квадрат это плюс или минус единица. Тоже знаем. x больше нуля, y больше нуля. Числа у меня натуральные. и эта пара не из таблицы. x... Мне не жалко 5кс подписаться, а лишь в эту конкур. Значит, извините, я много-много лет эту тему рассказывал в разных молодящих классах. Потом сдавали экзамен. Всегда ситуация одна и та же. Люди во время лекции говорили, что да, 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 можно или все, легко. И потом массово ничего не могут ответить на экзамен. Дело в том, что это действительно красивый и действительно очень важный математический метод. Не зря он был открыт меньше 400 лет назад. Понимаете, люди, эта фирма тоже были неударки. Но это красивый метод математического рассуждения. Поэтому давайте все-таки вважаем. Господа, заявление. Пара АВ тоже не из таблицы. Объясняю почему. Если бы пара АВ была из таблицы, то из нее получается нашим переходом А плюс 2В, А плюс 2В и она была бы в таблице. Значит, если Х и ИГ не из таблицы, то обязательно образом АВ тоже пара должна быть не из таблицы. Так вот, что? Она же в таблице. Не слышно? Она же в таблице. Вы не понимаете, сейчас начинка. Вы на этой лекции не понимаете ничего. Понимаете? Сначала вы говорите, что ах, слишком легально рассказывали, а выясняете, что вы не поняли из рассказа ничего. Вообще. Плюс. Совторите. Значит, мы решаем задачу методом бесконечного распуска. Мы имеем таблицу, которая начинается с пары 1-1 и построена очень простым образом. Если есть два числа из таблицы А и В, то мы получаем два новых числа А плюс 2В, А плюс 2. Так, из пары получаем следующую, из нее следующую, следующую, так и бесконечный процесс. Итак, вот, наша цель показать, что такая вот таблица заполнит всем множество решений. Мы предполагаем, что есть некоторая пара... Вы куда мне это написали? Ну, вот, хочу, видите, мне зону пишу. Есть некоторая пара x и y, не попавшая в эту бесконечную таблицу. И дальше применяем такой хитрый прием. Смотрим, из чего бы могла получиться эта пара методом, которым получается таблица. Ответ. Чтобы пара x и y получилась как табличная, нужно, чтобы пополнялась такая система. Так вот, эту систему очень легко решить. Достаточно увидеть, что, вычитая из верхнего уровня нижнее, получаем, что b это x минус y. Подставим вот в это уравнение, получим, что y это а плюс x минус y. И значит, а это 2y минус x. Вот и все. Вот формула для а, вот формула для b. Значит, по любой паре целых чисел я могу построить новую пару целых чисел. Пару чисел а, b. А сейчас нужно посмотреть на две вещи. Первое. Правда ли, что для чисел а и b пополняется уравнение такого же типа? Это очень легко. Более того, если вы подумаете, поймете, что по сути это уже мы сделали один раз, когда проверяли, что если для этих чисел плюс минус один, то и для этих плюс минус один. Но для чистой совести я это сделаю. То есть смотрите, а квадрат минус 2b. То есть а это 2y минус x, b это x минус y. Вас будет 4y квадрат минус 4yx плюс x квадрат минус 2x, плюс 2y, плюс 4y минус 2y квадрат. Очевидно, что это 2y квадрат минус x квадрат, то есть взятое с минусом в наше исходноеображение. Вот и все. Если там, если здесь у нас была плюс-минус единица, то, соответственно, будет минус плюс единица для а квадрат минус 2b. Это все неинтересно. А вот сейчас будет важнейшее решение. Два шага решения. Мы докажем, что числа а и b тоже натуральны. Давайте я напишу лембу. Как только мы эту лембу докажем, так все будет сделано. Мы с вами обоснуем бесконечный способ. Числа а и b положительные. То есть, если у нас были x квадрат положительные, то они могут быть получены по нашим формам перехода тоже из положительных чисел. Доказательство лембая, разумеется, методом откротивления. Предположим, что подтверждение неверное. Ну, что значит подтверждение неверное? Предположим, что b меньше или равно 0. Подпишем. Значит, доказательство лембая, методом откротивления. Пусть b меньше или равно 0. Что такое b? b это вообще x минус единица. Значит, x меньше или равен и нет. Значит, x квадрат не больше, чем y квадрат. Так. Теперь соображаем, а что такое x квадрат? А x квадрат, это, между прочим, 2y квадрат плюс минус 1. Хорошо. 2y квадрат плюс минус 1. y квадрат без обеих частей убираем. Получается так. y квадрат плюс минус 1 меньше или равен. Меньше или равно 0. Ну, если плюс 1, то это просто противоречие. А если минус 1, то мы получаем, что y квадрат не больше 1. Поскольку y число натуральное, то единственная возможность y это 1. Но, подставляя уравнение в 1, мы видим, что уравнение приобретает такой вид. x квадрат минус 2 равняется плюс минус 1. Это бывает в одном единственном случае, когда x квадрат, когда x равняется 1. Значит, господа, мы с вами нашли парт чисел. Она должна была быть не из таблицы. Но оказалось, что эта пара чисел, на самом деле, это не длежит таблице. Получили противоречие? Абсолютно. Так же обстоит дело с второй задачкой. Значит, нужно доказать, что обязательно a больше 0. Предположим, что у нас число a меньше или равен 0. Тогда 2y не может быть больше, чем x. 4y квадрат не больше, чем x квадрат. Но мы уже помним, что такое x квадрат. Это 2y квадрат плюс минус 1. Убираем из обеих числений 2y квадрат. Получается довольно странная неравенция. 2y квадрат не больше, чем x квадрат. Такое никогда не было. Мы сделали очень важную часть работы. Доказали, что никаких решений, кроме решений за стабиль таблицы, уравнений, уравнений x квадрат минус 2y квадрат равняется плюс минус 1y квадрат не имеет. Теперь давайте продолжим изучение этого уравнения. Но чуть-чуть с другой стороны. Я сейчас возьму число и буду его возводить в разные степени. Составлю такую таблицу. Здесь у меня будет n, а там 1 плюс 2y квадрат. То есть если n равняется 1, то это 1 плюс 2y квадрат. Если n равняется 2y квадрат, то если n равняется 2y квадрат, то если n равняется 2y квадрат, то таблица будет немножечко повыше. Разумеется, я начну ее заполнение. Н равняется 1y квадрат, в квадрат возвести, тоже можно уменьшить. Хотя лучше. 1y квадрат как бы чуток, в какой разе меняется 2y квадрат. Это есть 1 плюс 2y квадрат плюс 2y квадрат. Получается 3 плюс 2y квадрат. Поставим здесь минус, тогда здесь будет минус. Дальним образом, 3 минус 2y квадрат. Так, теперь в кубе, что у нас будет? Давайте, кстати, посчитайте и расскажите мне, какой это будет. Просто умножаем. Куб получается из квадрата умножения на 1. Четвертая степь. Кто хочет, пишите по видам Ньютона. В общем, кто как умеет подсчитать. Так, пока вы считаете. Так, получается 7 плюс 5 квадрат. Да, да, да. 7 плюс 5 квадрат. Так, а здесь сколько? Здесь сколько. Сколько? Да. Надо считать, да? Кудрю, пока вы считаете, давайте я поделюсь с вами одним же днем людей. Оно не грустное в начале, но очень грустное как-то. Если вы можете, вы посмотрите, во время этой недели я слышал в новостях такую инициативу. Значит, наше правительство решило вдруг позаботиться студентами, отобрать то ли 100 тысяч, то ли 10 тысяч, ну, в общем, сколько-то лучших студентов и послать их учиться в лучшие заубежные вузы. Ну, как в свое время Петр Первый присылался, конечно, да, там они приобретут знания, там, скажем, 100 тысяч наших студентов приезжают в Кэмбридж. Представляете, да, что будет в Кэмбридж, если там будет 100 тысяч простых. Одно момент. Вот. Ну, идея может быть не такая глупая, может быть действительно по лучшим вузам мира распределят, правительство выберут деньги. На самом деле деньги-то не такие большие. Они вернутся в Россию, а дальше обсуждается, а тут не вернутся, а тут вернутся, а как сделать, а сколько нужно охранникам за каждым студентам, чтобы вернулся, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, казалось бы, обсуждается благая идея. Казалось бы, обсуждается. Вас, кстати, касается в первую очередь, потому что вам достаточно скорбны студентами, и, может быть, вас затронет эта замечательная, правительственная идея. Может быть, кто-то из вас будет порваться за соответствующую путевку. Кто-то послушал и вдруг понял, чем отличается то, как это делается у нас. Знаете, вот есть замечательная чуманитовская фраза «хотели как лучше, чувствуешь как всегда». Чем это отличается от того, как это должно было быть? Господа, примерно сто лет назад Германия была одним из наиболее развитых в техническом смысле слова государств. Немецкая техника, по большому счету, дала и ядерную программу, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, потому что огромное количество ученых было из Германии перевезено туда и сюда. И Космос, это, в общем, по большому счету, ракеты Фау немецкие, доработанные, да? Часть специалистов поехала в СССР, часть в США. И огромная, конечно, математика вся. Например, вы сейчас пишите «Х», «Y» откуда? Это из немецкого языка. Я вовсе не любитель завоевательных войн, поверьте. И у меня одиночка был майором в Великую Отечественную войну. Так что не думайте, что я за всякие там завоевательные походы, и уж тем более, что и фашизм мне меньше всего интересен. А я думаю о том, что немецкая наука и немецкие университеты действительно были одним из лучших дней. Вот интересная вопрос. Каким образом? Какая программа Сколкова была в Германии? Какая? А я знаю. Было несколько правил, которые выполнялись в немецких университетах и, к сожалению, не выполняются сейчас в нашем. И эти правила в СССР никаких на самом деле огромных государствах плевает. Нет, хотя полезно финансировать образование. Я понимаю, и то, что мы сейчас с вами не на улице, а в хорошей университетской аудитории, это я только приветствую. Правила были такие. Одно из них. Пол профессор, ну это некоторый рамок в иерархии преподавательской, читал лебусу для трехсот-четырехсот студентов. Пожалуйста, огляните, вот эта комната в принципе не вместит в себя четыреста человек. А это одна из больших университетских аудиторий, и все прочее, удобная, замечательная. Она примерно на сто пятьсот человек. Она не вместит в себя не никак, ну чего не больше, на самом деле сто десять. На самом деле сто десять, если все место занять, то будет сто десять. Вот, шестнадцать десять, а на сто десять. Это было очень важно. Потому что, уж если человек старался, изучал науку, добивался в преподавании каких-то вершин, то надо ему обеспечить внимание максимального числа студентов. Понимаете? Не десяти, не индивидуальная работа, а почему же ты так и не понял, сколько будет три плюс два. Давай мы это тебе еще раз объясним втроем. Нет. Лекции, которые студенты слышат, слушали по триста, четыреста человек. Но эти лекции читал действительно специалист, который подумал перед тем, как выходить к студентам. Но это не само правило. А второе правило, которое фантастическим образом двигало немецкую науку, звучало так. Никто не может получить диплом в вузах, если он хотя бы один год не учился в другом вузе. Просто образовательная власть Германии принято простое решение. Не надо отбирать лучших. Дело в том, что любой отбор лучших это огромные затраты на тех, кто будет отбирать, на разработку тестов, на проверку того, честно ли их отбирали, как отбирали, на всевозможные склоки, а меня не отобрали, а меня отобрали никуда и так далее. Простое правило любой студент немецкий должен хотя бы год конучиться в другом вузе. Вам кажется, что это глупость. Человек поступил в московский университет, самый лучший, самый замечательный. Почему он должен ехать куда-то, пусть его специальность даже там есть, но там же хуже. А ответ очень простой. А вот студент ехал, и там же из-за студента из московского университета приезжал, и там же преподавать вдруг оказывалось стыдно. Или наоборот, выяснялось, что в московском университете оказывается такой-то преподаватель не настолько уж и хорош, а в провинции лучше. Был огромный обмен кадров. В первую очередь обмен студентами. Студенты несли из одного университета в другое знание, и представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. В нашей стране человек выступает в ВУЗ, на кафедру к научному руководителю и заканчивает свое обучение в респиратуре, так и находясь у этого человека, у одного человека. Если вам повезло, повезло, но если вам не повезло, то вам тоже не повезло на всю жизнь, а главное, вы в большинстве случаев не знаете, повезло или нет. Потому что, понимаете, если у вас один сок клбасы, то она, конечно, самая вкусная на свете, но она заодно и самая не вкусная. И студент так и думает, что, а вот наверняка же, если бы я оказался в другом месте, чем отличается инициатива наша от инициативы немецкой. Нет, не от инициативы, извините, от того, что действительно было в Германии. Отличается тем, что мы пытаемся нашу систему вертикаль везде выстроить. Мы пытаемся, чтобы везде все было бы жестко, чтобы человек все время имел только один вариант. А в Германии уже сто лет назад, а на самом деле даже гораздо больше, в средневековых университетах очень много лет было так. Понимали, что сила не в том, чтобы всегда быть в одном месте и его хвалить, а наоборот, в обменах. Может быть, слышали, вы в таком своем время новосибирский академик городов? Слышали? Да, что он и сейчас есть яйца? Он и сейчас, совершенно верно. Он и сейчас есть яйца. Было потрачено в свое время очень много денег и сил для того, чтобы построить около города Новосибирск, потому что это было сказочное место. Природа фантастическая, домики очень симпатичные построили. Академгородок, государство вложило большие средства. И вдруг выяснилась одна неприятность, что ученым из этого Академгородка очень хочется всю жизнь быть в Академгородке. Их детям хочется там быть, и их внукам хочется там быть. и внук генерала никогда не станет маршалом, потому что у маршал есть слоги. Понимаете? Отбор происходит строго внутри одной маленькой системы. И пока это так, пока мы отбираем президентскую сонку, президентскую тысячу, ничего не будет. Как только вы прекращаете думать о вертикали, как только вы из ситуации застоя, из ситуации, когда есть единственный начальник, а у него начальник, а у него начальника, переходите в ситуацию, когда студенты ездят из города в город, в нашей стране это привело к мгновенной катастрофе. Вот я бы докладывал. В огромном количестве случаев студент, приехав в ВУЗ, вдруг обнаружил или что его там ничему не учили, или что его там разрыв между ВУЗами чудовищно. Вот Мехмат еще более-менее держится, но есть много ВУЗов, которые действительно чудовищно слады. Так вот внимание это отличие тем, что заставляют студентов ездить между ВУЗами, а в нашей стране это лечит комиссии, совещание лекторов. Ну а понятно, что когда ректор рассказывает о своем ВУЗе, наверное, он плохо расскажет. И, наверное, на совещании лекторов победит не тот, кто самый лучший, а тот, кто самый говорил и кто умеет предстоящему начальству подариться. Подумайте на эту тему, потому что это важное отличие одной системы 7 плюс 5 корней 2 а здесь 7 минус 5 корней 7 минус 5 корней 17 плюс 12 отлично а ты минус 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 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 13 24 13 14 14 форму. Точнее две формулы. 1 плюс корень из 2 в n из 9. Это xn плюс yn корней из 2. Где повторяют число 239, так соображаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обозначается как x7, а число 169 это y7. Так, а единица минус корень из 2 в степени n. Соответственно, xn минус yn корней из 2. Так вот, ребят, я сейчас докажу эти формулы, но перед тем, как доказывать, давайте их просто сложим. Мы получим замечательный результат. 1 плюс корень из 2 в степени n. Плюс единица минус корень из 2 в n из 9. Минус единица минус корень из 2 в степени. Это есть 2yn корней из 2. мы получили замечательный результат. Мы получили замечательные формулы. Это явные формулы для решения уравнения n. xn это 1 плюс корень из 2 в степени n. Плюс единица минус корень из 2 в степени n. И все это в полу. А вот yn это то же самое, только с минусом. И деленное на 2 в гинусе. Отлично. Теперь можно показать. Очень легко. Я положу, что эти две формулы вернули для негативного числа n. И просто проверю индукции. Посмотрю, что будет для следующего значения числа n. Если меня интересует n плюс 1 в степени, то вычисления проводятся в следующем области. 1 плюс корень из 2 в n плюс 1. Это что тогда? Это 1 плюс корень из 2 в n, умноженное на 1 плюс корень из 2. Но мы с вами предположили, что 1 плюс корень из 2 в n в степени. Это xn плюс yn корень из 2. А 1 плюс корень из 2 переписываем из 2. Раскрываем ступень. Получается xn плюс yn корень из 2. Плюс xn корень из 2. Плюс 2yn. Это вот что такое. Обратите внимание. От пары чисел xn и yn мы перешли к новой паре чисел. xn плюс 2yn и xn плюс yn. Формула перехода ровно такая, как в нашей кабрице. А это означает, что все так. Ну, конечно, не все. Надо еще разобраться с минусом. Ребята, можно я покупаю и вами? Можно я просто здесь возьму и пишу минус. Я просто хочу меня восстановить. Не дайте свои. Ну и ваше время, по-самому. Ваше время. Вот смотрите, здесь пишу минус. Вам, конечно, тратить так делать ни в коем случае нельзя. Потому что так привыкнуть и начнете штормевойки получать. Вот. Но мне можно. Мне можно. Я уже дальше. Все? Все получилось. Обращаю внимание на величины этих чисел. Корень из двух это 1,4 с небольшим. То есть здесь у меня стоит примерно 2,4. А здесь у меня стоит примерно минус 4 десятых. Минус 4 десятых в большой степени. Это очень маленькое число. Поэтому, так, вот эта часть формулы почти что может. И, соответственно, вот эта часть формулы тоже очень близко. Поэтому настоящий вклад дают вот это вот число. 1 плюс корень из двух в степени n пополам. Мы можем спортилировать окончательную простуюность. xn это число, целое число. Ближайшее 1 плюс корень из двух теперь нету пополам. И то же самое. yn это ближайшее целое число. То есть это сравнение x2 минус 2y2. Мы выявили явную формулу для решения. Значит, теперь давайте один пример. Где можно использовать это сравнение? Задача. Много ли на свете прямоугольных треугольников, у которых кацаки и гипотенуза целы, и бред кацак, не кацак на единицу, при нету. Изучить прямоугольные треугольники с целыми сторонами, обладающие следующим свойством. Они прямоугольные. И приехали один из треугольников на единицу, или менее. Вы же Дени Фаурова не знаете? Вы знаете. У меня такой. Если вы знаете, я на какой-то пошел чуть более. Смотришь. Очень хорошо. Не надо. Ну хорошо. Сделал как сделал. 2x2. А, и вы теперь не видите, как это можно связать с уравнением пели, да? Да. Как? Получается 2x-1. Минус и квадрат 1. Нет, окей. Мы не уверили. Там же должен быть квадрат одного числа, минус удвоенный квадрат 2. А здесь вот это 2x мешает. Да, я понял ту же проблему. Нарушение какого-то не менее. Сейчас, смотрите. Надо решить такое. Нинус, правильно число? Нет. Смотрите. 4x2 плюс 4x2 равняется у2. Вы все еще не увидели. 4x2. Ой, 2x2, конечно. Плюс 4x плюс 1 плюс 1 равняется у2. 2x2 плюс 1 в квадрате минус 2y2 равняется у1. Если мы с вами 2x2 плюс 1 в квадрате минус 2y2 равняется у1. Получается, что половина решений в равняется уравнение. А нам открыли. В равнине беля мы с вами решали на трансмиссию минус 1. А нам нужно теперь только когда минус. z, между прочим, любое z, утворяющее этому равнину, нечетное число. Нечетное число действительно в таком виде получается. Так, в табличке можете мне для минус 1 вспомнить какое-нибудь решение? У вас в табличке есть? Говорите, что 7 или 7? Нет, побольше. А, смотри, что 4. Давайте посмотрим. 41 в квадрате. Минус 2 умножить на 29 в квадрате. Это минус 1, так? Значит, у это 29. А 2х плюс 1, так, 41. Понятно? Х это 20. Мы получаем треугольник со сторонами 20, 21 и 29. Проверьте, для него выполняется теоремия 2. А значит, по роте иностранной теории Техагора все. То есть, ребята, сейчас мы можем сходиться, потому что я нужен быстренько для уравнения х квадрата. Минус 2 иностранной теории Техагора, и это и для маленьких учащихся, которые участвуют сами. То есть, мы доказали, что треугольников бесконечно много. Я напомню, что у нас была длица, и у нас было правило, как из одного решения получать следующее. Помните эту информацию? Да. Отлично. Так вот. Я не буду все таблицать. Ребята, идея такая. Представьте себе, что у нас есть бесконечно много решений. Записано в виде той таблицы. Докажем, что никаких других нет. Методом бесконечного распуска. Предположим, что есть какая-то сбоку расположенная парня в разных чиселах циклов, которая удовлетворяет такому уравнению, но не в таблице. И напишем систему уравнений, такую же, по сути, как мы уже сегодня писали. То есть, попытаемся эту пару xy получить из пары ab вот этот способ. Заявление. Пара чисел ab не из таблицы. В самом деле, если бы она была из таблицы, то и следующая была бы тоже из таблицы. Значит, ab не из таблицы. Давайте я предположу, что у меня x больше 0, y больше 0, целые числа, и докажу, что в таком случае, если x и y было не из таблицы, то ab тоже будут натуральные числа. То есть, целые планы. Доказательства. Про число y ничего доказывать не надо, потому что y это а, это натуральное число. Надо... Про число y, да, про число а не надо. А это y, это натуральное число. Надо разбираться с числом b. Ну, понятно, что такое b. b это у меня x минус а. Пишу. b это x минус а. Но а это иди. Значит, это разность чисел x и y. Моя цель – доказать, что это разность больше меня. Опять, действую методом от протитов. Чтобы доказать такое неравенство, предположу, что у меня неравенство не было. Пусть x минус y меньше неравенство. То есть, x не превосходит x. Посмотрим внимательно на вот это вот уравнение. x квадрат минус x, y минус y квадрат. Смотрите, как это. Если x не превосходит y, то вот это вот число не может быть положительным. Потому что x маленькая, как самая, минус y. Это минус минус единица. Значит, что я должен сказать? Значит, я y квадрат должен перевести сюда. И у меня получится замечательное равенство. У меня получится замечательное равенство. y квадрат плюс минус один мне превосходит нуля. Ну, с плюс единицей сразу противоречили. С минус единицей. Это мы уже сегодня в отличную вещь видели. y квадрат не больше единицы. y квадрат не больше единицы. y квадрат не больше единицы. на этой представительности. Если же у меня здесь стоит плюс один, то получается x квадрат минус x равняется двойке. В натуральных числе это уравнение и единственное решение. x равен двойке. Пара числа два один, она тоже сделана. Все. Я и про уравнение x квадрат минус x y минус x квадрат равняется плюс один, тоже сумел доказать, что никаких решений, кроме решений из бесконечной нашей таблицы, это уравнение не имеет. Теперь, последнее, что мы сегодня сделали. Разберемся с уравнением x квадрат минус 3y квадрат равняется плюс один. Значит, ребят, давайте рассмотрим сначала какой-то случай. x квадрат минус 3y квадрат равняется минус 1. Оказывается, решений у этого уравнения нет никаких. Потому что вообще не бывает целых чисел x и y, удовлетворяющих уравнение x квадрат минус 3y квадрат. Это очень легко доказать. Подсказка. Посмотрите остаток отделения на 3. Какие, в принципе, остатки отделения на 3 могут давать квадраты числа? Единицы и ноль. Совершенно верно. Давайте это уравнение перепишем в такую x квадрат. Это 3y квадрат минус 1. И подумаем. Какой остаток дает число 3y квадрат минус 1 при делении на 2? 3y квадрат дает остаток ноль. Когда из трех ноль, это то же самое, что 3. Когда из трех вычитаешь 1, что получается? 2. Значит, здесь будет обязательно остаток 2 от деления на 2. А квадрат, по-своему? Вот, вот, вот. А теперь давайте составим табличку. x, здесь x квадрат, а здесь остаток от деления квадрата на 3. Поехали. x, единица, двойка, двойка, четверка, 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 четверка. 16, 20, 25, 36, 49, 64, и остатки, это уж сами считайте, только единицы и тули, двойки нигде нет. Разумеется, это я могу из-под указать формулу. Если число x имеет не удалека, то в квадрате получается 9k квадрат. То есть остаток 0 при делении на 2. Какие еще бывают виды чисел? 3k плюс 1 и 3k плюс 2. Замечательно. 3k плюс 1. Сейчас посчитаем. Сейчас посчитаем. 3k плюс 1, 3k плюс 2. Возводим в квадрат. 9k квадрат плюс 6k плюс 1. Господа, у нас на 3 делится, а здесь остаток 1. Здесь 9k квадрат плюс 12k плюс 4. Конечно, здесь остаток 1, а эти на 3 делятся. Между прочим, не обязательно было дохилов. Можно было здесь написать плюс-минус 1. И когда, в данном случае, нам надо бы рассматривать. В любом случае, как мы доказываем, это уравнение не имеет решения. Поэтому я должен сейчас стереть минус и перейти в уравнение. Икс квадрат минус 3y квадрат равняется единицам. Оказывается, у этого уравнения тоже бесконечно новые решения. И они тоже легко получаются по некоторой вариантной форме. И можно написать явную формулу. Так же, как для уравнения. Икс квадрат, кстати, мне сейчас времени на это не хватит. А вообще-то явную формулу можно было написать и для уравнения x квадрат минус xy минус y квадрат равняется единицам. Эта формула очень известная. Называется формула Пинэ для числа Сабоначчи. Как-нибудь, нам с вами обязательно стоит ее употребить, потому что она очень интересная. Но сейчас осталось совсем немного времени. То есть, ребята, x, y. Здесь я даже за этим строчком не буду рисовать, потому что x квадрат минус 3y квадрат и у него очень интересная. Значит, смотрите, x равняется x квадрат, y равняется 1. Это очевидное решение. 4 минус 3 – это единица. Если бы сейчас. Хорошо. То поймете, как из этого одного решения легко построить бесконечную последовательность. Если же вы не такие умные, то тогда вы просто берете парочку. В любом случае задачу решить. Пожалуйста, следующий парень. Либо придумываем какой-то теоретический способ, либо просто по-русски. Либо просто по-русски. Либо просто по-русски. 49 минус тройное число 16. 74. Отлично. А дальше? Их, надо понять, как получается пара 7-4 и пара 2-1. Да? Нет, вы мне следующий ваш способ узнаете. Тогда я вам поверю. 22 и 12. Что? Давайте, давайте, мальчик. 11 квадратик, это 121. Что подводим, надо нужно 4. 484. Так, а вторым что вы подоградите? 13. Ну, 13 квадратик, это известно. Сколько? 169. 169 умножить на 1 и 8. Нет, не получается. о чем я считаю ситуацию. Что? Что? Ну, что-то считается. Посчитайте и скажите правильное ответ. Главное, нам надо научиться это делать теоретически. Ребята, наша цель не разобраться конкретно с равнением х2-2 и х2-3 и х2-3. Наша цель научить решение всех. Для любого числа. x квадрат минус 169y квадрат равняется 1. Представляете? x квадрат минус 67y квадрат равняется 1. Между прочим, я Ферма в своей жизни так и сделал. Он научился решать эти управнения, придумал некоторые способы для поиска решений, после этого для того небольшого количества порешал, нашел несколько ситуаций, когда решение состоит из огромного количества знаков. Ну скажем, решение десятизначное число. И послал, это знаменитая история математическая, и послал вызов английским математикам. Вызов Вайлесу и Бронкеру. Решите вот такое уравнение, придумайте хотя бы одну пару в натуральных числах. Фантазика состоит в том, что действительно они собрались с этой задачей. И с тех пор для решения правдой Небеля есть индийский метод, который был, скорее всего, известен уже в древней Индии до Ферма. Есть английский метод, который придумал Бронкер. Ну и есть еще более современные артурги. Так, решили? Красивая история. Очень красивая. А, я понял, как я вам подразнил. Помните, у нас было уравнение х квадрат минус 2у квадрат равняется плюс-минус 1. Было? Не подскажете мне самое маленькое решение в натуральных числах? 1,1. 1,1. Молодцы. 1 в квадрате минус 2 умножить на 1 в квадрате. Это минус единица. Это правда? И еще раз внимание. И это у нас называлось х-н-ая плюс у-н-ая корни из 2. А это было х-н-ая минус у-н-ая корни из 2. Можете это там сделать так же. Знаете ли мы маленькое решение? Какое они будут с маленькими числами? Говорите, говорите. Решение это уравнение с маленькими числами. 1,0. Не слышу. 1,0. 1,0 неинтересно. Это тривиальное решение. Это будет 1,1 равно 1. Неинтересно. А чуть-чуть побольше. Натуральное число x и y? 2. Квадрате. Дальше. Смотрите сюда и говорите, что я это пишу дальше. Как это разложить на множество? 2 минус корень из 3 на 2 и 3. Молодец. 2 минус корень из 3 надо умножить на 2 плюс корень из 3. А вот теперь вы все поймете. Теперь вы абсолютно все поймете. Потому что надо взять и ввести это в эту историю. Значит, чтобы найти следующую партию, мы должны 2 минус корень из 3 вознести к кубе. Пишем. 2 в кубе. Плюс утройное произведение 2 в квадрате и корень из 3. Плюс утройное произведение 2 корень из 3 в квадрате. То есть 3. И плюс корень из 3 в кубе. То есть 3 корень из 3. Смотрим, что это такое. 2 в кубе это 8. 3х2х3 это сколько? 9. Это не 9. Это 18. 8 и 18? 26. Между прочим, 26 кто-то говорил, но так ровко, что его не было слышно. 3 умножить 4. 12 и 3 сколько? Впрочем, 15 умножить. 15. Вот и пишем пар 26 и 15. И теперь я объясню, как же получить рекуррентную формулу для уравнения х2 минус 3х2 равняется минус. 1. Значит, ребята, очень простая история. х2 минус 3х2 равно 1. Надо взять вот это равенство. А именно 2 в квадрате минус 3 умножить радио в квадрате 1. И каждое из этих двух равенств разложить на множители. Пишите, пожалуйста. х минус у карнистер умножить на х плюс у карнистер. А здесь уже на сегодня это равенство было. 2 минус корнистер умножить на 2 плюс корнистер. И подчленно перемножить. Получится следующее равенство. Получится следующее равенство. х минус у карнистер умножить на 2 минус у карнистер. х плюс у карнистер умножить на 2 плюс у карнистер умножить на 2 плюс у карнистер. х плюс у карнистерado нука. Плюс у карнистер умножить на 2. Получается, что 2х плюс 3 у минус корень из трех. Умножим на х плюс у карнистер умножить на 2х плюс 3 у. плюс корень из трех умножить на х плюс 2 это единица по формуле то есть грамотность умножить на сумму грамотных квадратных получаем 2х плюс 3у в квадрате минус 3 умножить на х плюс 2у в квадрате грамм на единица вот мы и получили правило из пары чисел х и у получается новая пара 2х плюс 3у и х плюс 2у разумеется до этого было труднее догадаться чем в предыдущих случаях но это правило из натуральных чисел делаем следующее смотрите каждый х составляет 26 и будет 52 52 плюс 45 кто знает 52 плюс 45 97 97 молодцы и к 26 надо прибавить х 56 если угодно я посчитаю вам и следующее и следующее неважно бесконечно много решений имея уравнение уравнение х квадрат минус 3у квадрат равняется 9 а вот теперь абсолютно так же как в предыдущем случае можно описать явную форму надеюсь все понимают 2 плюс корень из трех в одной степени плюс два минус корень из трех в одной степени или до полного будет х и так далее это понятно и ровно так же как мы сегодня уже делали метод бесконечного списка легко доказать что никаких других решений нет поскольку это все-таки важно это основное сегодняшнее занятие давайте я быстро повторю и как это делается предположим что есть метод для решения x и y которое в эту таблицу не входит попытаемся получить его при помощи такого преобразования это значит мы напишем такие равенства 2а плюс 3b это x и здесь а плюс 2b это y предполагаем что x квадрат минус 3y квадрат равняется единице x больше нуля y больше нуля x и y не из таблицы тогда очевидно а и b пара будут тоже не из таблицы потому что иначе у нас x и y я в следующий столбец были бы в следующем столбце таблице и мне нужно всего лишь проверить почему а и b больше нуля если я это проверю то у меня получится противоречие потому что очевидно что числа а и b меньше чем числа x и y проверяется очень грустно я должен просто найти а и b через x и y ну например так второе уравнение умножить на 2 2а плюс 4b это 2y вычесть из него верхнее уравнение вычесть верхнее это значит вычитали это 2а плюс 3b и x получается что b это ничто иное как 2y минус x нашел b теперь легко нахожу а что такое а это y минус 2b но b это я знаю это 2y минус x то есть это будет минус 3y плюс 2x отлично значит моя цель доказать что это больше нуля и это больше нуля действую опять методом от противного ну давайте почему не может быть почему это неравенство должно быть за этим сделать потому что если это неравенство не верно если вот это неравенство не верно то 2y меньше или равно очень хорошо 2y не больше x позволим квадрат 4y квадрат не больше чем x квадрат но что такое x квадрат это 3y квадрат получать получается что y квадрат не больше единицы значит y это единица значит x двойка а это с таблицей получили противоречие ровно так же я я разберусь с этим неравенством представьте себе что здесь стоит меньше или равно тогда 2x не больше чем 3y правда 2x не больше чем 3y противоречие мгновенно сейчас получу 4x квадрат 4x квадрат не больше чем 9y квадрат что такое x квадрат это 3y квадрат плюс 1 значит замечательно 12y квадрат плюс 4 12y квадрат плюс 4 не больше чем 9y квадрат такого количества не бывает значит мы сегодня дрались с тремя равновесиями на самом деле теории которые мы не пели намного интереснее потому что главное что там есть это рассказ о том как быть не с двойкой или стройкой а с любым числом фантастика состоит в том что несколько лет назад внимание не несколько столетий назад а несколько лет назад австралийский математик Вайл Беккер опубликовал статью в которой объяснил что теория в равновесии во много раз проще чем это казалось до него до него были методы английский индийский я очень хорошо помню когда в одном моем математическом классе довольно сильным ребятам девятиклассникам я дал задачу разобраться в английском и индийском методе решения равновесия так вот они собрались несколько дней подумали попили чай подумали попили чай заплакали так потому что выяснилось что она трудна ну я еще надал довольно трудную статью наверное надо было как им помочь это уже дела а важно то что несколько лет назад повторяю произошло некоторое количество удалось увидеть что общий случай даже легче того что я сегодня не рассказал но разумеется это как в следующий раз это это свободно и разумеется все это что то что